Простите меня и постарайтесь понять Об одном прошу, не осуждайте Слишком много на мне грехов, слишком они давят Прощайте, не поминайте лихо Жить больше не хочу Для меня здесь давно уже все кончено Не вижу смысла врать и притворяться Надоело Еще одна смерть бывшего полицейского Пожалуй, уже можно говорить о загадочной эпидемии самоубийств Среди уволившихся сотрудников полиции Продолжение следует... Продолжение следует... Давай-давай, ребят Село в наш морг Жить больше не хочу Для меня здесь давно уже все кончено Не вижу смысла врать и притворяться Надоело? Ну смотри сама Замки дверные Не взломаны Ставимуляционная бороза вроде такая, какая и должна быть Видать, сам повесился? Бывшая жена Попова говорит, что обнаружила труп утром Пришла, на улице было еще темно Открыла дверь, включила свет и увидела И чего? А судя по степени окоченения Он умер ночью Получается, либо он вешался в темноте Либо он выключил свет Перед тем, как уйти из жизни А может он по жизни Рачительным хозяином был Электричество экономил Вот и здесь решил Ну вон гань, пожалуйста Вот китель его Отутюжен, отглажен, чист Хотя из органов он уволился уже год назад Подержи А мне кажется, что свет мог выключить кто-то другой Например, женщина с длинными темными волосами Хм, что это так кажется? А ты сам посмотри Впрочем, может быть Бывший женат у нас, блондинка Попов Семен Аркадьевич, 35 лет Бывший оперативник Год назад уволился из полиции Работал начальником охраны в ресторане Родственники есть? Бывшая жена и четырехлетний сын Жене срочно понадобились деньги Попов обещал привезти рано утром Но не приехал Жена ему звонила, не дозвонилась Поехала к нему домой, ну и нашла тело Так, а вот второй Лясин Вадим Анатольевич Друг Попова и его бывший напарник По оперативной работе Тоже повесился Неделю назад И также оставил прощальное аудиописьмо Расследование ведет местное отделение полиции Тело обнаружили четыре дня назад И экспертиза там еще не готова Запросите материалы по делу Лясина Его тело тоже везите к нам Эти дела могут быть связаны Да, Галина Николаевна Сереж, мы здесь закончили? Да вроде да Мы закончили Проведите повторный осмотр в квартире Лясина Андрей скинет вам информацию Хорошо Он умер вчера примерно в одиннадцать часов вечера Причина смерти асфиксия Все правильно Но взгляни на это След от крупной иглы? Глубина проникновения иглы Примерно одиннадцать сантиметров Ну да, для укола слишком глубоко А в крови следы ксормита Снотворно для животных Ты знаешь, я думаю, что Может быть в него выстрелили Инъекционным дротиком для усыпления животных? Ну да, это вполне объясняет Такой глубокий укол от иглы А на момент смерти он спал? Однозначно Значит, Попова убили Граждане понятые При повторном осмотре Квартиры Лясина Вадима Анатольевича Был обнаружен женский волос Цвет темный каштан Нет ничего Пойду на кухню осмотрюсь Хорошо, я здесь Петяна, домой Что-то коробочка тяжеловат Ну-ка, подержи Опаньки Кроме такого же волоса, как Портирю Попова Я ничего не обнаружила Ни следов взлома, никаких либо других А это что? А это овсянка Мэм Вот Походу Походу Лясин деньги вместе с овсянкой ложкой ел А если я не ошибаюсь Он работал инкассатором За 30 тысяч рублей в месяц Ну Вот как раз и получается Не доедал, не допивал Одну овсянку ел И скопил В квартире Попова Денег не нашли На его счетах пусто Но вот у тети Попова Пенсионерки Есть счет в банке С пятью миллионами рублей Думаешь, это деньги Попова? Уверен Попов управлял этим счетом Через интернет-банк Со своего компьютера А тетка про этот счет Вообще ничего не знает Слушаю Да, Валя, сейчас подойду Валь, ну что? Картина точно такая же След от дротика под лопаткой Ксармит в крови Он тоже убит Может быть, они убиты Оба одним и тем же человеком Или группой людей Ну за что? Слушай, а ведь этот Лясин Работал инкассатором Может, стоит покопаться В этом направлении? Возможно Но никто из клиентов Лясина О проблемах с инкассацией Не заявлял Чтобы закодировать звук Необходимо измерять Амплитуду сигнал Через определенные Пробежутки времени Я разобрал на звуковые волны Прощальные аудиописьма Лясина и Попова Письма поддельные Но сделаны очень хорошо Звуковая волна Разбита на сотни фрагментов И каждая закодирована С разной частотой Куски фрагментов Записаны в разное время Послушайте А что там за шум? Двигатели Я думаю, что исходный материал Записывался в машине Автомобиль Лясина и Попова Уже осмотрели? О, есть! Ну-ка, поищем Ну-ка, поищем Ну-ка, поищем Передатчик Нет, все-таки Наша Андрюха Гений Волосы, найденные В квартире Попова и Лясина Продлежат Одной и той же женщине Отпечатки Также совпадают Но в базах Их нет А в машине Я думаю, что нужно Это Амельной Поручить Так как я не могу У меня работа Видите? Во! Положите, пожалуйста, руку И распишитесь Спасибо Галина Николаевна На Попову Зарегистрирована Машина-места В гаражном комплексе На улице Героев-Полярников Надо бы его осмотреть Хорошо Положите, пожалуйста, руку И распишитесь Спасибо Положите, пожалуйста, руку И распишитесь Спасибо Да, понятно Спасибо Машина в полиции Не зарегистрирована Вон я в бардачке Ксивы нашел Лясин Вадим Анатольевич Попов Семен Аркадьевич На вид настоящий Вот меня удивляет Почему они Ксивы не сдали При увольнении Обязаны были сдать Хотя Я бы не сдал Вот и они не сдали Но меня больше Интересует другое А зачем вам понадобился Политейский автомобиль? В хозяйстве пригодится Кровь ФЭС расследует загадочные самоубийства Бывших полицейских Лясина и Попова Экспертиза показывает Что это убийство На местах преступлений Найдены следы Неизвестной женщины Первые же шаги Расследования Дают неожиданный результат Попов и Лясин Уволились из органов Год назад Но у них найдены Настоящие удостоверения Сотрудников полиции В квартирах Полицейская форма А в гараже Попова Автомобиль Раскрашенный Под полицейский Лясина и Попова Я помню Только они уволились От нас год назад Юрий Владимирович Ну вы как бывший начальник Что можете о них сказать? Обычные парни Работали как все И тем не менее Их уволили Они избили подозреваемого Тот то ли пьяный был То ли укуренный Думали шантропа Обычная Оказалось Кандидат наук Приличный человек Но тут пошло Адвокаты Правозащитники Пришлось быстренько уволить По служебному несоответствию А почему удостоверение Не сдали? Вот ведь Они подавали аэропорта Об утере служебных удостоверений Один из отпечатков Из псевдополицейской машины Совпадает с отпечатками Неизвестной женщины Побывавшей в квартирах Попова и Лясина Похоже Лясин и Попов Что-то мутили После увольнения из органов И неизвестная женщина Имела к этому Какое-то отношение В базах Нашлись еще три Отпечатка Из кузова этой машины Эти трое задерживались Другими отделениями полиции Вот например Сафронов Второй месяц Сидит в СИЗО А Мартанов И Качугин дома Нужно их допросить Алло, Галь Я Короче, Сафронов Ни Попова Ни Лясина Не помнят Да и ничего странного Его задерживают Через день Ага Давай Ну что? Секунду Качугин и Мартанов Опознали Лясина и Попова Как полицейских Которых задержали Когда? И за что? Задержали типа по ошибке Только Качугина задержали Полтора месяца назад А Мартанова месяц назад Вот зачем удостоверение Полицейский автомобиль Наверняка вымогали деньги Надо будет родители проверить Наверное, они платили Спасибо Теперь вы Спасибо Здравствуйте Будьте добры Приложите правую руку Спасибо Теперь вы Спасибо Проводи Галина Николаевна На деньгах На деньгах Надя Нахулясина Есть потожаровые Якова Мартанова И Леонида Качугина Да, родители Мартанова И Качугина Снимали крупные суммы Со своих счетов Время совпадает С так называемыми задержаниями А мать Кирилла Сафронова Вообще Квартиру заложила Просто я всегда на работе Мобильной отключаю Нас тут очень строго с этим Что-то я Совсем не важно Стала видеть Конечно Я их знаю Менты То есть полицейские Они задерживали Моего Кирюху А когда это было? Да уж месяца три назад Да, точно Вы не представляете Товарищ майор Три раза парня Из Кутузки выкупала А он все равно сел И ради чего Я столько денег отдала Квартиру заложила Вот теперь на трех работах Работаю Нет Свою голову не приставишь Пацану Если уж ему суждено Пойти по этапу Значит так там и быть А за что эти менты Полицейские Его задерживали? Так за что обычно Наркотиками торговал Все хотелось ему Легких денег Все надеялся Что принесет И вы им платили деньги? А как же Свое же дитя Кровиночка Еще и надеялась Что он одумается Вот так Хозяйка Ты сама все видела Теперь думай Ищи деньги Иначе парень сядет Галина Николаевна Я нашла ту женщину Отпечатки волосы которой Были в контактах Лясина и Попова Школьница? Да Наташа Гусева Ученица одиннадцатого класса Ее телефон был В контактах Попова Сто первой отпечатки Галина Николаевна У меня аж в глазах рябит Да, я знаю этих полицейских Ваши следы Обнаружены в их квартирах Наташа Это невозможно Я не знаю Где они живут Судя по оставленным Вами следам Вы были дома У Попова и Лясина Накануне их смерти Они мертвы? Они убиты Какие отношения Вас связывали? Никаких особенно Отношений Так только спрашивали Как дела И что на районе творится Где вы были вчера вечером? Дома Сидела одна В заперти Мамаша наверное Опять замок сломала Я хотела за хлебом пойти И не смогла Входную дверь открыть И кто же вас выпустил? К утру все Сама собой решилась Телефон не работали Ни мобильный Ни домашний Нам придется Осмотреть вашу квартиру Похоже это Приемник от того передачи Который я вчера нашел В машине Поповой Ну все Наташа Гусева Приехала считай Это провод из квартиры Гусевых А у вас есть фонарик? Провода были обрезаны Хотя Чисто теоретически Хозяйка И сама могла это сделать Кейт Бронсон Недешевые шмотки Интересно Зачем молодые девушки Одинаковые платья Разных размеров Граждане понятые Обратите внимание Так, а ты лейтенант Давай Упокойный ноутбук С собой возьмем Простите меня И постарайтесь понять Об этом Подном Прошу Ошли У меня Сосужие Ужидайте Странно На приемниках От жучков Которые нашли у Гусева Есть следы силикона У ноутбуки Наташи Исходники Из которых Были смонтированы Все прощальные ролики Лясина и Попова Все этапы монтажа Не могу поверить Что это она сделала Зачем? А может быть Лясин и Попов Вымогали у нее деньги? По своей обычной схеме Подкинув ей наркотики Так у нее же нет никого Кроме матери Алкоголички И денег нет Эти шмотки краденые Я проверила по штрих-кодам Я думаю Она воровала Для продажи Поэтому и не сохранила Ценники Понятное дело Что с ценником Вещь легче продать Значит Наташа Воровка Все понятно Почему она не хотела Рассказывать Как познакомилась С этими пырями Простите меня И постарайтесь понять Я ничего не знаю Об этих записях Я не умею монтировать Кто-нибудь пользуется Вашим компьютером? Нет Только я Тогда откуда здесь это? Я не знаю Зачем Лясин Звонил вам За два дня до смерти? Просто спрашивал Как дела? Все улики против нее Вот это и странно Потратить столько усилий Жучки Монтаж Дротики И не позаботиться О своем алиби Не сереть отпечатки Но они же там есть Ты говорила Что на жучках был силикон Да Есть идея Мать Натальи Почти все свое Свободное время Проводит у своего сожителя В Дворницкой Полагаться на ее показания Нельзя Но она утверждает Что в ночь убийства Попова Ей было Чудесное явление Кто-то позвонил в дверь Она открыла А за дверью стоят Четыре бутылки Водки Явление случилось Ей уже второй раз Причем Когда был первый Она не помнит Но второй Точно вечер смерти Попова Если Наталью подставили То мог убийца Позаботиться о том Чтобы мать Натальи Была не в состоянии Добраться до дома Ну зачем Из нее и так Свидетель никакой Скорее Сама Наталья Могла организовать Отправку своей матери К сожителю Так как если Вечер смерти Попова Ее не было дома Мать могла Об этом вспомнить Добрый день А у кого я могу узнать По поводу Наташи Гусевой А вы кто? Теперь ждем Десять минут У этого Артема Большакова Роман с Наташей Гусевой Судя по их нежной переписке Ну что он прискакал Ее спасать? Ну видимо Но вот что интересно Отец Большакова Управляющий в банке Семья обеспеченная А две недели назад Большаков взял Потребительский кредит На триста тысяч Под грабительский процент Это называется Пограбительский кредит Спасибо Спасибо Скажите Вам знакомы эти люди? Нет Я их не знаю А какое к ним Имеет отношение Наташа? Оп Вот теперь Отделяем силикон от образца Ты аккуратнее Это же мои ручки Смотри Ну Че я говорил Вот так можно Любые отпечатки поделать Наташу точно подставили Слушай Слушай Эту штучку Вот этот опытный ворез Надо сжечь Не хватало еще Чтобы мои священные отпечатки Пальца попали Не в те руки К плохим людям Да не Ну ты че Ты че Я так старался Тем более Это же доказательство Надо сжечь Галя Николаевна На деньгах Изъятых у Лясина Есть потожжевые следы Большакова Он тоже им платил ФЭС расследует Убийство бывших полицейских Лясина и Попова Подозрение падает На школьницу Наташу Ее волосы И отпечатки пальцев Найдены в квартирах Обоих погибших Выясняется Что Лясин и Попов Уже уволившись Из полиции Продолжали задерживать Нарушителей И вымогали у них деньги Следствие подозревает Что Наташа Была одной из их жертв Артем Потрудитесь объяснить Как ваши потожжировые следы Оказались на деньгах Найденных у Вадима Лясина Я не знаю У вас два варианта Либо вы рассказываете мне Что произошло Либо вам будет предъявлено Обвинение В подкупе полицейского Это был не подкуп Эти двое остановили меня Когда я ехал в институт Опа Смотри-ка Что у нас тут Да вы что Это не мое Ой Парень Если б ты знал Сколько раз я это слышал Смотри Тут грамм Сто будет наверное Особо крупный размер От восьми до двадцати лет Давай формуля изъяти Они хотели денег И вы заплатили Они могли посадить Меня в обезьянник Уметь и с бомжами И уголовниками Еще отец у меня был За городом на рыбалке Там не было связи Мне пришлось Но это было вымогательство А не взятка Откуда точно Они достали наркотик Из-под переднего Пассажирского сидения Нам нужно осмотреть Вашу машину Пожалуйста Но при чем здесь Наташа Галь, мы выяснили Что в день Когда Лясин и Попов Разводили Артема Наташа звонила Попову Где-то за час До предполагаемого Момента задержания Думаешь, она была Сообщницей Лясина и Попова Допустим, Наталья Подбрасывала пакет Лясин и Попов Задерживали И разводили жертву А потом делили деньги Да, но мы проверили Девчонке, судя по всему Вряд ли что-то доставалось У нее ни наличность особая Ни счетов, ни кредиток Ничего А тогда в чем же ее интерес Я не знаю Мы знаем только то Что она лично звонила Попову Коллеги В машине Артема Перед передним пассажирским сидением На движущем сидении механизме Есть волокна от пальто Наташи Так походу она и подкинула Артему Пакет с наркотой, а? Возможно Но Холдух убежден, что Наташа не убивала Уже полицейских Уж слишком очевидные улики Для такого продуманного способа убийства Ну тогда вымогатели могли убить Их предыдущие жертвы А Наташу подставить Да, но чтобы получить Волосы и отпечатки Наташи А потом еще подкинуть улики к ней в квартиру Убийца должен быть близко знаком с ней Неужели ты имеешь ввиду Артема? Галина Николаевна Я тут обнаружил очень странную вещь Номер сетевой карты ноутбука Который у Наташи Не совпадает с номером сетевой карты компьютера С которого она обычно выходила в сеть Ну или поменяли ноутбук неделю назад Или поменяли сетевую карту О, и вот Сетевая карта, компьютер С которым Наташа обычно входила в сеть Сейчас зарегистрирована в сети Да, есть адрес Нет, ноутбук я не меняла Он у меня два месяца всего Совсем новый Я его берегу Лейтенант Этого в предвариловку Это тот самый ноутбук, которым пользовалась Наташа раньше Ну, парень, у которого я его изъял, утверждает, что приобрел его по объявлению Телефон продавца, указанный в объявлении, сейчас недоступен Сим-карта без регистрации А, а где они встречались? Ноутбук-то вообще-то проверить надо Вряд ли на улице Скорее зришь Я выяснил, они встречались в кафе на северной улице В четыре часа дня, пять дней назад Отлично Сейчас запросим в записи камер видеонаблюдения Ну, вот Вот, предавец Попробуй увеличить Вы его знаете? Нет Наташа, я полагаю, что это именно тот человек, который вас подставил Зачем вам его покрывать? Кто это? Это мой одноклассник Максим Корнилов Товарищ майор, можно вас? Иду Прошу за мной Ну-ка Похоже На силикон Упакуй С собой возьмем Так Я был прав Силикон, обнаруженный на жучках приемников за батареей у Наташи По составу и плотности идентичен силикону Из квартиры Максима Корнилова Понятно Так, в квартире два вида отпечатков Одни Максима Корнилова А вторые его дедушки Захара Корнилова А Опытжавые дедушки есть на деньгах найденных у Лясина Значит, надо допросить дедушку Не получится, он умер два месяца назад от инфаркта А И рано утром, в день своей смерти, Захар Корнилов закрыл в банке все свои счета Захар звонил мне вечером Накануне О чем говорил Да как вам сказать Вот такие дела, дед Попался малец Надо выручать Иначе посадят Захар попросил у меня денег Я позвонил нашим ребятам, однополчанам К утру мы собрали всю сумму Много? Сколько не хватало, столько и собрали Четыреста тысяч Деньги деньгами А позора Захар не пережил Боевой офицер Афганскую войну прошел А внук Барыга Он Максимку-то один вырастил Всю душу его вложил Поганец Щенок Отправил деда в могилу Если Наталья была сообщницей Попова и Лясина Она ведь смело могла подкинуть наркотики и ему Вы можете не отвечать на вопросы, Максим Экспертизы Все рассказали за вас Наташа попросила меня помочь ей Отнести Пакет по адресу и забрать деньги Я наивный влюбленный дурак Даже не подумал о подвохе Вас задержали? Да Я просидел ночь в их машине Утром меня отпустили Я думал, что они во всем разобрались Поняли, что я не виноват Я только потом узнал про деньги Дед выкупил тебя из кутузки А сам умер Потому что не выдержал позора Федор Матвеич Вы чего? Наташа сказала, что она ничего не знает Я сделал вид, что поверил ей Но решил за ней проследить Субтитры сделал DimaTorzok Опа Смотри-ка, что у нас тут, а? Да вы что, это не мое Ой, парень, если б ты знал Сколько раз я это слышал Смотри, тут грамм сто будет, наверное Особо крупный размер От восьми до двадцати лет Давай, оформляй за эти Почему вы в полицию не обратились? Да как же я к ним пойду? Они ведь меня и задержали Достать Наташины волосы было не проблема Постой Где ты лазил, а? Да, отряхнул С изготовлением отпечатков Спасибо Тоже не было особых проблем Я сделал все так, чтобы Чтобы у Наташи не было алиби Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Слушай, хватит ныть У нас с тобой давно уже все кончено Все, все кончено Все, все, все кончено Самым трудным было смонтировать их прощальные послания Ну а дальше вы все знаете Я подкараулил их на лестничной клетке Усыпил дротиком И повесил На крючке от люстра Подбросили Наташи улики И заменили ее ноутбук абсолютно таким же Ее ноут мне пришлось продать Очень нужны были деньги Вы совершили двойное убийство Они меня посадят У меня не было выхода Понятно все остальное Все понятно Но учти За воровство придется ответить У нас четыре Заявления от магазинов Ну и за содействие Мошенникам и вымогателям Тебя тоже будут судить Увести ее Они меня заставили Понимаете? Судья расскажешь Субтитры сделал DimaTorzok